То есть вопрос о престиже, авторитете, положении Соединенных Штатов в мире, он изначально стоит уже с начала 1991 года, с момента крушения Советского Союза. Потому что следующим Советским Союзом должна зайти перестройка Соединенных Штатов. И ее просто задержали. По объективным причинам она была задержана. Были субъективные причины. Но суть заключается в следующем. Что когда-то Соединенные Штаты надо будет разобрать, а потом снова собрать. И чтобы это принесло как можно меньше потрясений в мире в плане управляемости процессов. Если какое-то количество населения будет срезано, убито, это прекрасно, по мнению глобального предиктора. Потому что избыточное население на планете Земля. Но Соединенные Штаты не должны порушиться собственное управление. Поэтому-то они сейчас и ведут к управлению в Соединенных Штатах Трампа. То есть они изначально эту проблему решают. Поэтому они сейчас позволяют. Вот когда встает вопрос, что Соединенные Штаты хотят развязать Третью мировую войну. А дутерты они куда денут? Которые заявляют американцам. Вон с моей территории. Вы там ЦРУ хотите на меня натравить? То есть понимаете, храбрый какой стал. По команде. То есть ему дали крышу и все. И все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты сейчас с дутерты разобраться не могут. Ну просто не могут. Не ситуация. Не вписываются они. Им выборы надо провести. Иначе то, что они получат в результате этой разборки, это не просто дутерты будет устранен. Они получат отношения со всеми своими союзниками вне пределов Соединенных Штатов. То есть это Европа, это Азия, это Африка, это Латинская Америка. Вот что будет означать устранение дутерты любым способом сейчас. Потом. Это уже по-другому. Но сейчас у них нет на это время, чтобы выстроить все это. Поэтому глобальный предиктор в этом отношении работает. А нам нужно просто использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. То есть Соединенные Штаты уходят с мировых жандармов. Значит нам надо повысить уровень суверенитета России. Ну и следующий вопрос от Андрея. Добрый день. Вопрос на актуальную тему. В пятницу 7 октября прошла новость. Кэрри потребовал расследовать действия России в Сирии как военные преступления. Как понимать такое изменение в поведении Кэрри? Это очередная двухходовка или петля на шее страновиков затянулась окончательно? Спасибо. Глобальщики окончательно затягивают петлю на шее страновиков. То есть что сразу наш миц сказал? Пользуясь уличным языком, за базар надо отвечать. То есть если ты делаешь такую серьезную заяву, значит все последствия по тебе. Значит надо будет расследовать все. То есть вы говорите о расследовании преступления. Значит надо расследовать действия всех участников процесса. Россия не сморгнула. Россия снова поймала за язык. И в результате госдеп. Да нет, мы не то имели в виду. Он не имел это вот так. Вот надо вот просто разобраться. Зачем же так сразу-то Соединенные Штаты подставлять-то? То есть, а в результате этого происходит изменение положения Соединенных Штатов во внешнем мире. Пока они борются за кресло президента. Именно за кресло президента в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты вот такими моментами отстраиваются, опускаются. Их уровень управления во всем мире. То есть, их надгосударственное управление, оно сжимается, становится менее сильным. Вот в результате таких действий. Так что Кэрри, утечка его информации, разговоры с сирийской оппозицией, опубликованной в Нью-Йорк Таймс. Вот понимаете, там полностью все идет к тому, что ну что, все, нет сил у нас, нет сил у нас. Мы не можем до этого добиться. Это практически слив. Раз нет у вас сил, ну а что с вами дружить? Ну что на вас ориентироваться? Если вас русские перехитрили, значит вы еще и дураки. Ну вот такие вот вещи. Он просто везде стабильно, постоянно, шаг за шагом подставляет. Но подставляет в интересах глобального предиктора, а не в интересах России. То есть, это вот чтобы не было загнанное в угол, чтобы не было сил, возможности превратиться в тигра. Чтобы, знаете, сдулось. Следующий вопрос, точнее два мы объединили в один. Валерий Викторович, республиканцы обсуждают замену Трампа на другого кандидата. В свою очередь Трамп отказался от этого и заявил, что продолжит президентскую гонку. Ну и дальше. Дональда Трампа сейчас откровенно сливают. Опубликован разговор Трампа о женщинах. Не кажется ли вам, что ГП нужно полностью переводить все ресурсы инструмента в Россию или Китай? Иначе третья мировая или ПАКС Американу. Нет, ни то, ни другое. Значит, прежде всего, надо понимать, что разлом американской элиты проходит не между, как нам всегда говорили, демократы и республиканцы. Сейчас уже все понимают, что демократы и республиканцы расколоны. Есть те, кто завидение будущего Соединенных Штатов с позицией Трампа. И те, кто завидение будущего с позицией клана, который представляет Хиллари Клинтон. Соответственно, этому страновики, они хотели бы убрать с президентской гонки Трампа. Потому что, с их точки зрения, лучше проигрыш партии, чем проигрыш ПАКС Американу. Но, что касается Третьей мировой войны. Вот я здесь, когда перед этим говорил, я еще один момент тут упустил. Я постоянно, когда говорю о выборах в Соединенных Штатах, я говорю, что их держат на таком, как бы сказать, крючке, причем на тугом поводке, что ситуация такая, что если что-то пойдет не так, то гражданская война может начаться раньше, чем состоятся выборы. И вот сейчас, что отметили последнюю неделю? В Соединенных Штатах происходит передвижение техники. Особенно в проблемные штаты, которые, вот Техас, который грозит отделением от Соединенных Штатов. Там проблемы очень серьезные, очень серьезные. И если глобальный предиктор будет видеть, что войну, которую страновики хотят развязать, она будет неизбежна, то у него задача другая, как предотвратить ядерную войну, в результате которого сгорит весь мир. В этом отношении нужно сделать простую вещь. Нужно перевести весь конфликт в такие локальные, стрелковые, я бы сказал так, ну, чтобы ствольная там артиллерия, там, или пусть реактивная, но тактическая, типа, града. То есть, в Соединенных Штатах начинается гражданская война, им уже не до того, чтобы в кого-то ракеты пулять, им бы ядерный потенциал сохранить, и чтобы ядерные электростанции не взорвались. Во всем мире все силы, вот я к чему сказал, еменцы получили ракеты от Китая, противокорабельные, которые катамаран уничтожили. Ну, а теперь представьте себе, что все повстанческие какие-то движения, которые антиамериканские, получат такое оружие и начнут американцев долбить не по-детски. Понимаете? Против них и ядерное оружие не применишь, потому что это вот маленькие столкновения. И американцам устраиваются кровопускания везде и повсюду, по полной программе. Их просто ни на что не хватит, просто ни на что не хватит. Потому что если применять везде ядерное оружие, а жить ты тогда где будешь? Даже самый тупой демократ, следующий за Клинтон, просто реально будет понимать. Если я сейчас устрою бойню по всей территории планеты Земля ядерную, я где жить-то буду? За счет чего? Я сейчас живу за счет того, что мы грабим все это население. Но перестанут приходить ресурсы. Ведь у них вся вот эта элита, которая идет за Клинтон, это элита, которая представляет функционал Соединенных Штатов как мирового жандарма. То есть Соединенные Штаты исчезают как мировой жандарм, и эта элита страновиков, она становится никому не нужной. Ищи себе работу. Это вот как у нас множество разных было НИИ, которые занимались непонятно чем. И потом, когда их позакрывали, у нас инженеров было, ученых там, ну просто на улице, пруд-пруди. Пока это они все встроили. Вот примерно то же самое грозит Соединенным Штатам только вот с этими, над государственным управлением, на основе, где кадровый корпус является страновая элита США. Вот. Поэтому речь вообще не идет о том, что Трамп уйдет с предвыборной кампании. Не республиканцам-страновикам это решать, не демократам-страновикам это решать. Выставили Трампа и все. Вот странное, опять же, видение проблем предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Ну вот кто сказал, что нанесен смертельный удар Трампу тем, что опубликовали его разговор 11-летней давности о женщине. Да, это сильный удар. Это мощный удар в их политкорректном обществе. Но понимаете, какая ситуация? Мы говорим о глупости и легкомыслии. Мы говорим о том, что понимают в управлении те структуры, которые стоят за Клинтон. Но не Клинтон поднимать этот вопрос. Ее муж президент превратил овальный каминет в оральный, а она преследовала женщин, которых изнасиловал ее муж. И это зафиксировано в разных источниках. Тогда она не думала, что придется избираться. Понимаете? И это множество следов осталось, как она давила этих женщин. И чем занимался ее муж? А муж-то у нее, он еще и лжесвидетельствовал на суде. Пока Моника Левински не принесла то платье со следами его биологической жидкости, так скажем, да? И ДНК не подтвердила. Он же все отрицал. А лжесвидетельствовать в суде, да президенту. Это сильнее, чем какое-то старое прегрешение какого-то бизнесмена, популярного, причем в артистической, так скажем, среде, в богемной среде. Он не совершил ничего такого. Это перегорит. А при правильной подаче, а он правильно, он сразу извинился, он сказал, я этим не горжусь. Но я это пережил, я это отринул, я и другой человек. А вот муж-то Клинтон. Вы представляете, какой это мощный удар, на котором можно уничтожить всю избирательную кампанию Клинтон? При правильном проведении избирательной кампании, вот это ящик Пандоры, который они открыли. И вот Клинтон, нельзя было этого делать. Вот кто угодно, но только не Клинтон. Потому что это конец, все. А замена Клинтон на финальной стадии, ну, когда уже тут осталось 20 небольших дней до выборов? Это означает, что кандидата демократов и страновиков проиграет однозначно, в любой ситуации. Он не прошел. На Клинтон хоть что-то работает. Ну и Трамп ведь он правильно сделал. Он ответил хорошо. Он тут же пригласил несколько женщин на пресс-конференцию на совместную, которые пострадали от насилия Клинтона. И они дали свидетельские показания. И они сказали, что Клинтон на нас давила. Она уже свидетельствовала. Тоже. Вы представляете? Все. Они своим вот этим действием, они не уничтожили. Да, они подгадали. Они думали. Мы ударим сейчас по Трампу перед дебатами. Мы его сомнем. Да, удар был сильный по Трампу. Но он его выдержал и пошел в атаку. И правильно, сразу пошел. Отыграл прям моментально. Так что это не Трампа сливают. Я думаю, что даже глобальщики и подсказали. Это такой ход. Гениальный. И подготовили ответ от Трампа. Да, и не ставя в известность самого Трампа, чтобы действительно удар на нем сказался, подготовили ему ответ.